Я и моя команда в свое время внесли в программу антикризисных мер. Она получила самую широкую поддержку в ходе думских выборов. Не случайно за нас проголосовали все наукограды. Нас активно поддержали все города от Владивостока до Калининграда. И очень энергично за нас голосовали от Академии наук до МГУ. Мы предложили свою программу, комплексную программу развития страны и преодоление тех проблем, решения проблем, которые назрели. И надеялись, что партия власти согласится на диалог, открытые дебаты. Но вы видите, такого рода дебаты не получаются. Я еще раз вам продемонстрирую график, как продолжается освещение программ, вернее освещение позиций кандидата. Вот верхний график, это господин Путин после критики нашей Жириновского и Миронова, видите, немножко поутихли. Нам добавили, то были репортажи на первом канале 40 секунд, теперь, по-моему, вчера был минуту 20 секунд. Нам добавили, хотя я просил 20 минут времени в программе «Время» для того, чтобы мы ответили на ключевые вопросы, так же, как они разбирали до этого с 4 статьи Путина. А ниже, вы видите информационную братскую могилу всех остальных кандидатов. Мы сегодня хотели вместе с моими коллегами рассмотреть ключевую проблему, которая сегодня очень беспокоит, это отсутствие баланса власти. Мы живем в каком-то виртуальном мире, ведь элементарно, проблемы решать должна власть. А сегодня идею преодоления системного политического кризиса мирным путем отстаивает оппозиция. Власть продолжает считать, что у нее почему-то все под контролем и все управляемо, и ничего не происходит, какие-то временные недоразумения. И когда мы говорим о системном кризисе, только собрав полномочных представителей, честным путем мы можем определить волю народа. Нельзя допустить фальсификации выборов, когда у Компартии украли победу в декабре прошлого года. Нельзя допустить, чтобы это осталось практикой нашей жизни. Поэтому глубокая конституционная реформа не персоналии. Нужно уничтожить созданную со времен Ельцина систему. Уничтожить парламентской эволюцией, не дожидаясь, пока народ возьмется за булыжники. Вот это наша позиция. Именно поэтому с учетом опыта конституционного строительства советского и послесоветского мы в формате конституционного совета, предложенного Геннадием Андреевичем Зюгановым, говорим, давайте объединять усилия всего общества для преодоления сегодняшних кризисных проблем. В этом случае, разумеется, речь идет именно о длительном процессе. В данном случае речь идет о том, что есть политическая воля запустить этот процесс, принять закон о конституционном собрании, который давно уже пылится в Думе. И есть политическая воля заявить направление этой конституционной реформы. Что нужно изменить? Нужно уйти от того, что многие специалисты, наш политический режим, государственно-политический режим, называют не наследственной, но монархией. То есть очень многое из того, что сегодня не нравится нашим людям, прямо проистекает из той конституции, которой было навязано обществу после переворота 1993 года. Принципиально важным является уйти от безответственности власти. У нас исполнительная власть вроде как в двух лицах, сейчас она даже в тандеме. Это излишки. Боливар не выдержит двоих. Народ не должен кормить двоих и выяснять, а кто же за что отвечает. Глава государства и глава исполнительной власти должен быть один. И более того, никто не должен спорить в том, является ли он должностным лицом или не является, как сейчас. Это высшее должностное лицо государства, подконтрольное, подотчетное и наказуемое. Позорный закон о том, что президенты не подлежат уголовной ответственности, естественно, должен быть отменен. И в Конституции должен быть раз и навсегда поставлен запрет на подобные фокусы. На что направлено должно быть изменения в Конституции? Прежде всего, в основном, баланса властей, независимый, сильный парламент, с сильными контрольными полномочиями. То есть, парламентские комиссии по расследованию должны иметь полное право контролировать деятельность высшего должностного лица государства. Что сегодня, как вы знаете, прямо запрещено. Счетная палата Российской Федерации не должна быть встроена в вертикаль, как это сегодня, и зависимая от президента и правительства. Она должна извне исполнительной власти контролировать финансо-экономическую деятельность исполнительной власти во всей ее полноте. Не только формальный бюджет, все, 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 что касается интересов государства в финансо-экономической сфере. Далее, необходимо защитить в финансо-экономической сфере суверенитет нашего государства. Центральный банк должен быть ясно и однозначно вписан в систему разделения властей, должен стать четко и однозначно подконтрольным, подотчетным. И его деятельность, в том числе через механизмы целеполагания, прописанные в Конституции, должна быть направлена не на интересы финансовых спекулянтов, а на обеспечение реального сектора национальной экономики. Есть еще целый ряд важнейших вопросов защиты финансо-экономического суверенитета страны, которые ставят на повестку жизни, в том числе все, что окружает нас. Вот этот глобальный кризис, когда рушится прежняя финансо-экономическая мировая система. Здесь мы должны говорить и о том, чтобы не допускать в будущем ситуации, когда наши с вами ресурсы уходят на поддержку других государств, а не используются для развития национальной экономики. Опыт Ирака, Ливия и, похоже, еще на очереди другие государства, говорит о том, что недопустимо хранить потом и кровью народа заработанные ресурсы в тех инструментах, в доступе, которым нам в любой момент могут отказать. И мы будем просить отдать нам наши деньги. Это вопрос, выходящий на уровень конституционного. С другой стороны, вопрос о долгах. Выясняет, что государство можно ограбить и в долг. И вопрос о механизмах ограничения возможности наступать на будущее наших детей, вгонять наше государство в долг, тоже выходит на уровень конституционного. Вообще никакого ВТО без референдума. Масштаб вопроса того требует. Если же говорить о конституционных изменениях, надо говорить о том, чтобы никакая будущая власть не могла без референдума принимать такие решения, которые потом, извините, не расколебают будущие поколения. И последнее. Один из самых фундаментальных вопросов, и даже два фундаментальных вопроса, конституции вообще. Первый вопрос. У нас четко, ясно и однозначно записан приоритет международного права над российскими законодательствами. Это фундаментально неверно. Приоритет международных договоров. Вы знаете, что у нас многие договоры вступают в действие фактически еще до их ратификации. Это значит, что исполнительная власть оказывается выше парламента. Приоритет неких общепризнанных норм и правил. Если завтра будет общепризнанное, что то, что творилось в Ливии, то, что сейчас делается в Афганистане и в Ираке, это общепризнанные правила, значит, и мы должны это считать выше наших законов. Это вещь недопустима. И второе. Референдум. За 20 лет почти не смогли провести ни одного референдума. Это что, у нашей страны, у нашего народа не было ни одного вопроса, который мы считаем нужным вынести на суд граждан. Нет. Просто видны запретительные механизмы. И под любым предлогом нам запретили проводить эти референдумы, вплоть до того, что срочно вносили закон о референдуме поправки, которые перекрывали все каналы сбора общественного, общероссийского мнения по главным вопросам. Мы, получив такой запрет, вынесли последние вопросы, 10, на общенациональный народный опрос. Вот вопрос о национализации минеральной сыровой базы получил 98% поддержки во всех регионах Российской Федерации. Все пугают гражданской войной. Все общество солидарно понимает, что все, что досталось от отцов-победителей и Всевышнего, должно работать не на 15 карманов упырей олигархов, а работать на всех граждан нашей Российской Федерации. В обществе существует дефицит идей выхода из политического, экономического и криминального кризиса, потому что все три кризиса существуют одновременно. Я согласен с тем, что необходимо какое-то обновление идей, обновление людей, которые присутствуют во власти, не из числа членов тех или иных партий, а из числа профессионалов, которые могут эти идеи высказать. Ведь парадокс ситуации состоит в том, и это не просто парадокс, это какая-то патология нашей сегодняшней жизни, что действующий федеральный закон о государственной службе запрещает любым государственным службам высказывать любые сомнения, любые какие-то другие решения по поводу тех или иных принятых законов, принятых постановлений, принятых указов, и вплоть до увольнения от должности. Это статья 10 федерального закона о госслужбе. В этой ситуации у нас просто как колпаком накрыта вся мысль. А поскольку это запрещено даже профессорам в вузах делать, я знаю, что в системе МВД многие профессора давали подписку о том, что если он выскажет какое-то мнение из своего средства массовой информации, то сразу будет уволен. Это маразм ситуации, из этой ситуации надо выходить. Выходить по, я не знаю, каким путем. Путем, конечно, политическим, путем изменения законодательства, путем консенсуса политических сил в наших основных органах парламентских. Поскольку я занимаюсь практически всю свою сознательную жизнь вопросами борьбы с преступностью, с коррупцией, с терроризмом, то я бы хотел высказать несколько позиций, которые особенно меня тревожат как специалисты. Я считаю, что мы развиваемся сейчас в плане борьбы с коррупцией, в плане борьбы с преступностью совершенно не в том направлении. Абсолютно не в том. Как бы достигнуть политический консенсус между всеми политическими силами, что главная проблема – это проблема коррупции у нас, которая поразила общество, поразила всех, и термин «системная коррупция» употребляется уже всеми политическими силами. Но какие предлагаются рецепты? Вот здесь самый камень преткновения. Если нам предлагается признать коррупцию существующую, цивилизованной, как говорят сейчас представители партии власти, то это значит признать, что коррупция вросла в нашу цивилизацию, и что системная коррупция должна быть частью нашего образа жизни. Но это путь в никуда. Значит, все меры по борьбе с коррупцией, тогда надо просто забыть. То стоит вопрос, а что, надо оставаться с системными коррупционерами, работать с ними и продолжать жить в том ужасе, в котором мы всем живем? Если нам говорится о том, что в борьбе с коррупцией не надо использовать репрессии, то тогда мне задают вопрос, а как бороться с коррупцией? Путем увещеваний, путем никому не нужных заполнений деклараций о доходах, которыми забиты все кадровые аппараты. Кому все это нужно? Это бумага морали. Весь мир, и Запад, США, Евросоюз, и Восток, Китай, Южная Корея, Сингапур, идут только мерами жесточайшего подавления коррупции. Если мы не встанем на этот путь, мы ничего не сделаем с тем обществом, которое построили. А общество криминальное во всем отношении. Следующий вопрос. Реформа наших правоохранительных органов. Было заявлено, что проведена реформа МВД. Не было никакой реформы МВД. Принят новость закона полиции, но реформы МВД как таковой не было. Не было даже концепции реформ. Она никем не обсуждалась. Попытки научной общественности, политических сил поставить вопрос, чтобы хотя бы на парламенте обсудили. В общественной палате все было проигнорировано. Все обсуждения были отменены. В результате мы получили ту же самую милицию, которая назвалась полиция, с разрушенными структурами. И самое главное, что продолжается всеобщее вранье по поводу снижения якобы преступности. Только что прошли коллеги во всех правоохранительных органах. И было заявлено, что опять все снизилось. Я все жду, когда скажут, что у нас нулевая преступность. Ведь к этому же идет весь этот маразм, который мы наблюдаем. И никто не хочет менять эту систему вранья всеобщего. Сегодня у нас нет нормальной президентской власти, нет эффективного правительства и нет действительного парламента. Ни одна весть власти не отвечает перед гражданами, которые ее избирают, отдавая голоса и отдавая свои новости. Сумасшедшие деньги тратятся президентской властью и правительством. На их обслуживание уходят миллиарды и триллион. И тем не менее, президент ни перед кем не отчитывается. Всех награждает, всех жалует. И, по сути дела, парализует в нынешнем виде нормальную исполнительную работу. Исполнительная власть, ни один министр не проходит соответствующего собеседования при назначении в профильных комитетах ни Думы, ни Совета Федерации. Это тоже абсолютно ненормально, они бесконтрольны. Если бы Сердюкова и Фурсенко проходили встречи и собеседования в профильных комитетах Думы и Совета Федерации, их никогда бы не назначили министры. Сегодня практически почти все министры работают не по специальности. Там нет людей, знающих свое дело, поэтому надо переспределить полномочия, которые сегодня есть у президента в пользу сильного правительства и дееспособного парламента. Я с этим абсолютно согласен. Но вертикаль, сильная исполнительная власть, должна быть восстановлена и должна быть под контролем народных избранников. Тогда есть возможность спросить и снизу, а почему вы не полняете наши наказы, и поконтролировать их. Поэтому мы несем такие изменения, но я абсолютно согласен, нет другого инструментария, чтобы это сделать эффективно, быстро и всенародно. Поэтому Конституционное собрание и признанно будет решить эти задачи. И желательно, чтобы его возглавляли люди, имеющие, во-первых, авторитет, а во-вторых, жестко не связанные с партийными организациями. В данном случае и Бабурин, и Болдырев наиболее подходящие кандидатуры, прекрасно знающие, имеющие опыт, как в работе в парламенте и обеих палат, так и счетной палаты и других институтов управления. Одновременно прекрасно знающие, что такое юриспруденция. То есть готовить законы, это дело тонкое и требует высокого профессионала. Программа обнародована. Начинается она с политической реформы, но руководитель каждый день должен принимать ответственные 50 решений и минимум 48 не ошибется. Одно из главных решений, надо разобраться, чем мы обладаем. Нынешняя статистика полностью подчинена правительству. У нас нет ни одного показателя, который бы точно характеризовал происходение. В мире есть балансы, продовольственный баланс, лечебный баланс, баланс энергетический. Надо разобраться, потому что государство, ее главная функция, каждый день кормить, лечить, помогать, охранять, обеспечивать, оно должно работать бесперебойно. Государство это тот корабль, который нельзя остановить ни на секунду. Большой корабль можно затащить в ток и почистить днище. А государственная машина работать должна бесперебойно и надежно, постоянно. А для того, чтобы ей управлять, надо, я уже повторяю который раз, 150 человек выше управленческого персонала. Вот здесь трое сидят, которые в состоянии возглавить целый ряд ведущих направлений. А я перечислился в составе правительства 50 человек, и список открыт, в том числе предложил оппонентам. Никто никуда перебегать не будет. КПСС погибло прежде всего потому, что безразборчиво стало принимать. И должность была жестко связана с вступлением партии. Полезли все проходимцы, конъюнктурщики, и это совершенно незапустимо. Партия это идея прежде всего. С другой стороны, мы это идем блоком на выборы. И правительство сформировано, там есть представители 6 партий, 7 партий и многих общественных движений. И меня поддержали сейчас 205 организаций, включая 10 профсоюзов, молодежные, студенческие, писательские и все остальные. Проблем будет много, но готовиться к этому надо теперь. Не случайно 6 ведущих комитетов промышленно-производственного толка. Начиная с минеральных ресурсов, кончая промышленностью строительства, мы взяли в этом составе Государственной Думы. И комитет по обороне, который возглавил Комаедов. Вот эти 6 блоков ключевых сейчас исследуют, каждый день занимаются и готовят реальные программы. Продолжаем.